Всем привет! Сегодня будет такой более длинный лог, не в формате шортс. Я проснулась где-то в 8 сегодня, у меня кошка будила все утро, потому что она хотела кушать, а она начала убирать ее еду. Сегодня нужно будет купить ей лекарства и начать новый этап лечения, новый этап ингаляции. Так что день будет длинный, плюс хочу поехать посмотреть, может быть купить платья на Новый год. На самом деле не очень хочу тратить деньги на одежду, потому что сегодня я сделала замеры и опять ушло по сантиметру за 20 дней. Мне кажется это довольно быстро на самом деле, поэтому покупать какое-то крутое дорогое платье на один раз как-то тоже странно, но хочется. На завтрак ела два блинчика с курицей, последние запасы из холодильника. Школьники уже вовсюду тренируются, хотя сегодня суббота, а я только пью свой первый кофе. Боже мой, первый глоток кофе это самое прекрасное, что происходит за утро. Моя любимейшая в мире практика утренней страницы, ну тут в общем-то без изменений, каждый день, каждое утро я пишу три страницы текста от руки, просто поток мыслей, настраиваю себя на новый день, иногда что-то сама с собой обсуждаю и обдумываю. Моя реальная форма на сегодняшний день, еще ушло по сантиметру везде, на жопе тоже ушел сантиметр, конечно это немножко грустненько, я бы уже не хотела, чтобы она продолжила уменьшаться. Сделала растяжку, вот это, это мои огромные леггинсы, я их использую как подручный инвентарь для растяжки ног и рук, вот они конечно огромного размера, это первые леггинсы, которые я купила для тренировок. Двумя ногами в них я пока конечно влезть не могу, но размерчик вот такой. Делаю уборку, на полпути уборки села и буду пить кофе, потому что человек я голодный, видимо завтрак был недостаточно сытный, после вчерашнего еще такого полуголодного дня я сегодня с каким-то конечно таким усиленным аппетитом. Вот почему нельзя голодать, потому что ты реально на следующий день неадекватно голодная и можно легко переесть, но такое случается, переем и ладно. А еще я очень люблю свою квартиру, не знаю сделать ли рум-тур по ней, потому что я обожаю вот эти все старые шкафы, которые здесь есть. Да, они вот такие, но мне кажется, что это довольно атмосферно, здесь у меня еще череп. Не знаю, сделать рум-тур или нет, кому-то интересно подглядеть, как живут другие люди. Пристала размораживаться с поемого теста, потому что сегодня приедет мой парень, буду кормить его булочками, ну и сама, конечно, буду их тоже есть. У нас наконец-то совпали оба наших выходных, но завтра я поеду к родителям, мне вот им тоже завтра свои дела. Сегодня проведем день вместе. Буду готовить все эти вкусняшки. Буду пить кофе с печеньками и показываю, что это за печенье. Это жизнь марта, я не знаю, есть ли во всех городах такие магазины, но, как я поняла, это довольно большая сеть, и там очень прикольные всякие, у них есть свои продукты. И готовая еда очень классная, вкусная и с хорошими составами. Но эти печенья еще есть с другими вкусами, это с черносливым и грецким орехом. Есть еще какие-то другие, тоже обалденские, но вот эти самые-самые мои любимые. Уборка сегодня идет как-то медленно, мы опять лежим. Опять лежим, но я уже проплесосила, сейчас будем, я буду мыть пол, а Тита, что тут мне сделать? А она будет ждать, пока все просохнет. Я доделала уборку, накрасилась, и сейчас схожу в магазин, куплю то, что нужно для булочек. Надеюсь, получится вкусно, потому что я давно этого не делала, таких булочек. И сделаю, наверное, сладкие и еще с сыром и какой-нибудь колбаской. Плюс схожу в магазин, куплю сахарную пудру для булочек. И, возможно, еще схожу, выпью кофе, потому что я голодная, дома как-то из еды только запеканка, а это слишком сытно, тем более вечером будем объедаться булками. Так что, на самом деле, я планирую пойти и съесть булку с кофе. Логика просто, конечно, железная, но вот так, вот так вот. И что вы мне сделаете? Я в другой системе ценностей. Вот этот магазин, о котором я говорила, и про срастиные и прожаственные печеньки. КОНЕЦ Малыш встречает меня кашляем. Сладкая. И так она кашляет. Все? Нет. Сейчас надо ее, наверное, простукать. Померила несколько платьев, но как-то все мимо. И это не очень, и это получше, но оно не такое нарядное, как я хотела. Следующие два лота. Вот такое синее и вот это. Ну, конечно, вряд ли, вряд ли. Короче говоря, я так ничего и не выбрала, и ничего не купила. Не знаю, сейчас вообще будет нормально слышать или нет. Мне подошло все либо слишком нарядное, либо слишком ненарядное. Поэтому уходим из магазина ни с чем. Пока пекутся булочки, ем запеканку. Вот такие получились. Не знаю, пока еще вкусные или нет, но в духовке еще с лишней. Сейчас буду пробовать. На самом деле они выглядят довольно сухими. Надеюсь, что на вкус получилось нормально. Дита приносит мяч, чтобы ездить ныли назад. Эта слойка уже с вишней. Я пока еще не пробовала, но с грушей на самом деле получилось неплохо. Но пока я еще тяжело справляюсь с газовой духовкой. С электрической было немножко иначе, но я приноровлюсь. Ну и день мы заканчиваем ингаляциями. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.